Райан Мэйсон, пока это прямо в руки Симону Миньюле, но это еще важный удар тем, что он первый в створ ворот Ливерпуля. А теперь Маркович несется в штрафную площадь сопернику. Удар! И это уже ошибка у Гойориса! И Маркович забивает свой третий мяч за Ливерпуль в нынешнем сезоне. Уложились в отметку. Какого-то гиперпасса. Не было какой-то просто вынос. Простейший вынос. Вынос, за который зацепился Старик. Все. Дальше ошибка Фертонгина. И у Марковича здесь гектар пространства и времени частное размышление. Да, конечно, Юрис ошибся. Но иметь столько времени и пространства, ведь и Маркович мог ударить-то получше. Если уж совсем честно говорить. Это был момент. Это был удар практически с линии штрафной. В противоход. И Ливерпуль абсолютно законно открывает червота матча. Но перейти перешли. Что дальше? Ламела. Эриксон. Ламела. Да. Уже у штрафной тонкий пас на Харри Кейна. У того полчаса времени. И Харри Кейн сравнивает счет. Я скажу, что два тонких этих парня, да, Эриксон и Ламела, запутали оборону Ливерпуль. ...свой 23-й мяч во всех соревнованиях в этом сезоне. Он и так был лидером среди всех футболистов английской премьер-лиги. А сейчас еще и от них оторвался. И Харри Кейн оторвался от кого? Оказался он между Шкартелом и Сахо в какой-то момент. Сахо еще поскользнулся. А все равно нервничал. Все равно вот как вот, да, они неслись на Арсенал. Там, конечно, не ведал он сомнений. А здесь ситуация, ну, тоже много времени. А гол получился похож на гол Марковича. Здесь нельзя говорить про ошибку. У Миньеле слишком близка дистанция и слишком пауза велика. Но так или иначе... Все равно сделал все, что мог, да. И северном очки были потеряны. Сейчас еще раз не набирать три. Было бы не очень здорово. В старой штрафной площади падает. Филдаут ориентируется на бокового арбитра и показывает на точку. Филдаут не хотел ставить, но флажок на бровке. Он там махалым. Махал просто как на демонстрации, да. И в конце концов послушал своего ассистента. Угрюмого, такого сурового товарища. Но старецу дали тут очень много пространства. И по ногам дали. Дали по ногам. Это было видно на том повторе. И вот здесь тоже будет... Здесь нехорошо видно, был ли контакт с ногой. На предыдущем повторе он был виден. Дани Роуз нарушил правила. Вот тут мы увидим это тоже. Вот он как раз, контакт. Все видно. Дани Роуз прибежал. Защитник работает все против него. Затихнем. Бьет Стиви Джи. Удар. Ярис трогает этот мяч. Дотягивается. Но остановить его не в силах. Сегодня все мячи заходят в ворота через контакт с Вартарем. 2-1 Ливерпуль. Шестой мяч Стивена Джерарда в английской премьер-лиге в этом сезоне. Десятый во всех соревнованиях. Он абсолютно лучший бомбардир. У Тоттенхэма бомбардиры забивают за 20. У Ливерпуля пока показатели не очень. Но Стивен Джерард в нужный момент точен. Точен с 11-метровой отметки. А Уго Юрий, конечно, красавец. Все равно красавец. Бил бы не Джерард. Возможно, этот удар был бы его. Ну, то есть ты к тому, что у Джерарда всякие плотные удары. Да, даже с точки. Не только на исполнение. Да, запоздал здесь. Нет технической ошибки. Просто действительно... Вообще-то его точка. Очень такая похожая. Чуть заваленная влево. Отсюда он бьет очень прилично. Удар. Меню лево ворочает. Кейн. Прострел. Мяч в воротах. Смотрим на бокового. Там посигнализируют, что Мусаденбелет был во всайде. И за этим, может быть, стоит и посмотреть. Я пока не готов. Потому что сначала они начали бурно радоваться. Потом Добелет. Я ведь тоже заговорил. Вот здесь момент удара, ребята. Но это явно удар по воротам. Тут и не было. Может быть, там Кейн находился. Кейн и играл. И он играет потом. Вы хотите сказать, что об этом они сигнализировали? Я не верю. Мне кажется, тут есть о чем поговорить. Я согласен. Но сигнализировали, мне кажется, по поводу последнего эпизода. Когда Кейн делает прострел. И не воссайдили Мусаденбелет. Добелет не так часто. Хендерсон. Направился на передачи не прошла. Дани Роуз. Не позволяет себе ошибок, как в первом тайме. Айп. Айп против Роуза. И подоспел Бенталев. Хорошая передача. Прострел Болотелли. Вот, пожалуйста. Простят все или простят кое-что. И у меня шок такой, что я выиграл. Вы хотите не играть на команду. Это, конечно, смех. Но то, что произошло сейчас, никакой не смерть. Сотрудный нападающий. Во-первых, открылся без намека на офсайт. Все правильно. Конечно, спасибо должен сказать партнеру, который выперел передачу. Тогда великолепно. Лолана, кстати. Лолана. Айби. Айби просунул на Лолана. Да, да. Доран. Спасибо. До субтитров. До субтитров. До субтитров. Продолжение следует...